Субтитры сделал DimaTorzok Они просят рассказать, а где же семинары, почему нет записи семинаров. Некоторые тут улыбаются, видимо, они понимают, что будет, если мы выложим записи семинаров. Так вот, я хочу сказать, что поскольку семинар – это практика, где мы руками щупаем все то, что говорилось на лекциях, то пытаться это как-то записывать, либо вообще нет никакого смысла, потому что это такое очень интерактивное действие. Либо к этому надо очень тщательно готовиться, чтобы, значит, все, что я делаю в реальном времени, было тщательно подготовлено импровизацией. Ну, в общем, я к этому не готов. Поэтому не обессудьте. В любом случае ничего по возможности, ничего сверх того, что есть на лекциях, на семинарах, нету. Мы там именно что щупаем руками. Ну, поэтому щупайте руками. Да, и самое главное. Щупать руками с помощью ютубчика – это плохая идея. Ничем не поможет. Ну, вот разве что, да. Вот. Короче, вот. Ладно. Значит, смотрите, у нас сегодня долги за прошлую лекцию. Вот. Потому что я рассказал примерно половину, чего хотел в прошлый раз, но я надеюсь, что зато оно зашло достаточно. Вот. Кроме того, я пока ехал, передумал делать вторую часть про многофайловую сборку. Я лучше про стройки расскажу, потому что мы от того, что стройки не приходили, уже страдаем. Вот. Значит, что касается прав доступа. Давайте повторим, что было в прошлый раз. И в том числе, что было в конце сказано очень бегло. Вот. В этот раз будет сказано не бегло. То, с чем мы работаем повседневно в Linux-системах, вообще во всех POSIX-системах, это называется... Ух ты, я забыл сеть вставить. Вот. Это называется дискреционный контроль прав доступа. Слово дискреционный – это полная калька с английского discrete. На самом деле, конечно, никакой... Ну, я не знаю, что это слово означает по-русски, вообще говоря, дискреционный. Вот. Если обращаться к теории, то речь идет о том, что эта модель доступа основана на модели субъект-субъект. То есть, у нас есть объекты какие-то, у этих объектов есть хозяин, номинальный субъект системы, пользователь, со своим юзер-айди. И вот по отношению к тому, кому принадлежат объекты, мы, собственно, и разделяем права доступа. Значит, минимальное разделение – это мои файлы и не мои файлы. Значит, своим файлом я могу выставлять сам права доступа и определять, что с моими файлами могут делать люди, которые не являются мной. Но эта схема достаточно негибкая, и мы в прошлый раз поговорили о множественном субъекте, то есть о группах, которые так устроены, что в одной группе может быть сколько угодно пользователей, и сам пользователь может быть членом скольки угодно групп. И в эту примитивную модель субъект-субъектную, моя-твоя, добавляется еще множественный субъект группа, и получается три точки определения прав доступа. Если процесс, запущенный вами, принадлежит пользователю вашему, и файловый объект, к которому хочет получить доступ, принадлежит тоже вашему пользователю, то мы обращаемся к правам доступа для пользователя. Если процесс, запущенный вами, принадлежит пользователю, который является членом некоторых групп, и файл, к которому обращается, не принадлежит данному пользователю, но принадлежит одной из групп, членом которой является пользователь, значит используется доступ по группе. Это второй триплет. Вот она user, это первый триплет, rvxg, групп второй и other третий. Если ни то, ни другое неверно, то есть процесс принадлежит такому пользователю, который не является ни хозяином файла, ни членом той группы, которая принадлежит файл, значит используется третий триплет, обращая ваше внимание на то, что мы можем, например, запретить себе любой доступ к файлу, то есть поставить три минуса для себя, но разрешить, скажем, доступ к группе. Это не означает, что мы будем иметь доступ к этому файлу. Давайте я это покажу. Смотрите, вот мы... Что? Даже если мы принадлежим к группе. Если произошло совпадение user-id, то мы используем первый триплет. Именно так. Вот. Даже не знаю, может быть сразу на сугоне. Если мы создаем какой-то файл, вот он, и говорим ему чмот user-rv, сделать это мы можем, то, несмотря на то, что мы, разумеется, являемся членами группы George, вот, являемся, конечно, тем не менее, по умолчанию доступ к этому файлу нам запрещен, потому что совпадение идентификаторов пользователя у нашего процесса cat, который мы запустили, и идентификатора файла вот этого, означает, что мы пользуемся вот этим триплетом, то есть запрещен. Естественно, никто не мешает нам сделать еще раз чмот, и все будет хорошо, да? Вот. Я, возможно, забыл сказать в прошлый раз, так что скажу в этот, что поскольку вот эти атрибуты rvx, rvx, rvx являются просто битами в иноде, они лежат в иноде и являются просто битами, то достаточно популярно представление этих атрибутов в виде восьмеричного числа. Почему восьмеричного? Потому что rvx, 3 бита, очень хорошо укладывается в одну восьмеричную цифру. Вот. В частности, вот этот, вот эти про вас доступы, я их более-менее наизусть знаю, это 6, 4, 4. 6, 2 бита, второй и первый для пользователя, и по второму биту для группы и всех остальных. Если я скажу чмот 755, то там появится еще нулевой бит в каждом из триплетов, ну или там что-нибудь хитрое, 754, пожалуйста, вот запрет на исполнение другим, а для группы и для нас разрешение. Вот. Более того, если я скажу, например, давайте создадим каталог, потому что это именно к каталогу относится. Допустим, я скажу чмот 777. Не будет спортвейным. Че? Не дир, а дарадир. Вот. Обратите внимание, я создал каталог, который похож на TMP. Помните, у TMP это такой каталог, который все могут туда писать, читать и все остальное. Вот. Но чтобы, значит, и, кстати сказать, наша добрая команда DLS посчитала такие права подозрительными, поэтому видите, что она нам раскрасила как. Вот. Понятное дело, что никаких зеленых букв нет на самом деле. Вот. И если мы хотим сделать так же, как в TMP, помните, да, в TMP у нас есть, это минус был, у нас был специальный T-бит, который запрещал удалять чужие файлы из такого каталога, то есть поскольку мы имеем право на запись в каталог, значит, мы можем удалять файлы, но если T-бит на него поставлен, то удалять можно только свои, а не чужие. Вот. И вот этот T-бит, он на самом деле десятый. Вот если мы скажем вот так, да, ну давайте вот, о, видите, вот он. Да, это восьмеричное число 1, 7, 7, 7, ну, понятно, значит, 7, 7, 7 это максимальное трехзначное восьмеричное число, потому что цифры 8 нету. Вот. Значит, это следующий бит в записи, ну и, соответственно. Вообще говоря, восьмеричной системой в прошлом тысячелетии пользовались довольно активно, она была очень удобная для записи и такая уже удобная, как и шестнадцатеричная, да. Удобная она тем, что у нас определенное количество битов превращается в цифру. Но, значит, удобнее она еще и тем, что у нас какая-нибудь таблица умножения или таблица сложения гораздо проще выглядит, чем в шестнадцатеричной системе. Вот. Единственный ее недостаток против шестнадцатеричной, что у нас один байт в шестнадцатеричном виде – это просто две цифры, а в восьмеричном там их будет чуть меньше, чем три. Две и две трети. Неудобно. И это относительно Т-бита. Теперь. Мы с вами еще поговорили о том в самом конце, и это стоит повторить, что если бы все так обстояло, как я говорил в середине прошлой лекции, то есть при порождении одного процесса другим наследуется все его окружение, в частности наследуется идентификатор пользователя, то у нас не было бы вообще ситуации, чтобы в системе было несколько разных пользователей. Почему? Ну, потому что если у нас запущен какой-то процесс, а он запускает все остальные процессы, то если бы это правило было стопроцентным, вот какому пользователю принадлежит самый первый процесс в системе, такому и все остальные. Тем не менее, значит, есть два соображения, ну, на самом деле одно. Одно соображение, которое это дело меняет. Есть системный вызов, который называется Situit. Вот он, который позволяет процессу поменять свой собственный User ID и внезапно запуститься с правами другого пользователя, того, который мы передаем в параметрах этого системного вызова. То есть процесс запускается с одними правами, потом вызывает Situit и внезапно оказывается принадлежащим другому пользователю и, соответственно, права доступа, которые, значит, ему, которые он может осуществить, становятся другими. Тут надо заметить, это я не сказал в прошлый раз, надо заметить, что есть некие тонкие градации между Situit и, например, Situit, так называемый Effective UID, с которым мы сейчас разбираться не будем. Смысл в том, что мы в одном случае можем вернуть все обратно, то есть перейти в другого пользователя, что-то поделать, потом сказать, все, верни как было, и стать как было, а в другом случае не можем, потому что мы подменяем собственную User ID. В любом случае мы настолько глубоко в системное программирование залезать не будем, надо только знать, что такой системный вызов есть, и, разумеется, он никому недоступен, то есть никто не может его сделать. Тогда становится вопрос, а зачем он нужен, если он недоступен? Вы не можете написать программу, которая вызовет этот системный вызов. То есть вы можете его вызвать, только он вам вернет ошибку. Вот эту. Permission denied. И это второе соображение, все-таки соображений два я спутал. И это второе соображение, которое мы применимаем в внимании, когда говорим о дискреционных правах доступа на предмет того, что, в принципе, можно сотворить в системе. Дело в том, что в традиционных POSIX совместимых системах есть понятие суперпользователя. Суперпользователь — это пользователь, идентификатор которого User ID, UID, который равен нулю. Традиционно называется root. Вот файл POSVD, в котором вот здесь вот лежит идентификатор пользователя, а здесь идентификатор его главной группы. Ну, мы знаем, что пользователь может быть членом нескольких групп, но вот про одну из них написано в POSVD, а про остальные написано в файле groups. Если я не показывал в прошлый раз, то вот он. Group. Вот тут вот написано, кто чего член. Вот у нас есть группа студент там на сугоне, мы все члены этой группы студентц, видите, в том числе и я. Вот, значит, да, так вот, вот этот самый root, он же суперпользователь, которого ошибочно еще называют администраторским аккаунтом, ничего подобного. горячо не рекомендуется работать повседневно с правами администратора в системе, потому что зачем. Значит, так вот, этот самый пользователь, точнее, любой процесс, идентификатор пользователя, которого равен нулю, имеет право нарушать практически все права доступа. То есть, конкретно права доступа на запись, и на чтение, и на использование каталога. А, я забыл напомнить, что права доступа R и X для каталога имеют специальное толкование. Помним, да? Значит, чтение из каталога – это только доступ к списку файлов и больше ничего. Использование каталога X – это доступ к непосредственно содержимому файла, то бишь к его иноду и далее, по его имени. Соответственно, если одно разрешено, а другое запрещено, один из видов этого доступа не сработает. Например, мы можем сказать Ls – каталогу, доступному нам на чтение, но не можем открыть файл, в нем находящийся, если он недоступен нам на X, на использование. И наоборот, мы можем открыть файл, находящийся в каталоге, который закрыт нам на чтение, но открыт на использование, если мы знаем имя этого файла. А вот посмотреть список этих имен мы не можем. Мы, кстати, сказать, сегодня все это увидим. Вот, забавным образом. Такие дела. То есть, первую проблему, а именно, почему после логина или после ССХ нам дают права определенного пользователя, мы решили. Скорее всего, вот, скорее всего, ух ты, там кто-то в количестве работает сейчас. Люди пытаются, видимо, решать домашние задания в последний момент. Вот. Ну, правда, вон, видите, совсем недавно зашли. Хотя нет, кто-то не вышел. А вот, например, да, значит, кто-то, кто-то, в два часа вы были. Вы просто не разлогинились. Интересно, почему? Окей. Ну, короче, кто-то зашел и не вышел. Интересно, интересно, возможно, где-то на домашнем компьютере вы это взяли или на ноутбуке на своем. Просто закрыли так его, не разлогиниваясь. Ну, окей, бог бы с ним. Значит, я сейчас про другое. Я сейчас про то, что, скорее всего, сервер, который нам предоставляет доступ по ССХ, вот он, головной сервер, запущен с правами пользователя root. Видите? Это значит, что он может прочитать ваши учетные данные, сравнить хэш пароля с тем паролем, который предоставляете, запустить специально для вас сервер, который будет обрабатывать ваше соединение, и из-под него запустить вам уже сеанс с вашими правами. Видите? Вот, вот, вот это главный сервер. А, давайте, знаете, что еще сделаем? Мне кажется, можно еще сказать так, что ли? Нет? Тогда вот так. Да это не то, что ж такое? Во! Смотрите, какая красоте! Вот. Значит, ну, этот VVV, можно, наверное, убрать лишнее V. Да. V от слова wide. Дело в том, что программа PS, она обрезает выдачу по ширине экрана, вот. А для того, чтобы она это делала менее охотно, надо добавлять туда ключик V. Вот. А еще менее охотно, еще один ключик V. Я по умолчанию делаю VVV, потому что больше, кажется, не надо. Но это не важно. Значит, я, наверное, не говорил, что у программы PS есть два разных набора параметров. Дело в том, что это одна из древнейших программ под Unix-системы. Она настолько древняя, что она, видите, подразумевает синтаксис без минуса. То есть на самом деле это отдельные ключи. Я думаю, что можно вот так сказать. Но без минуса, потому что когда ее придумали, еще не придумали вот это соглашение, что ключи в командной строке начинаются на минус, а содержательные параметры нет. Вот. Так вот, если вы почитаете MANPS, вы увидите, что у нее два различных набора... Это был MANPS. Два различных набора параметров. Три. Которые, значит, примерно одинаково пишутся по-разному. Вот тут вот в примерах с минусом и без минуса. Как видите, они вообще по-разному. Другие буквы, все другое. Тот, который без минуса самый древний, он так называемый BSD-стайл. Поскольку я начинал освоение Unix-систем именно с системы семейства BSD, я иногда, когда не думаю, именно FPS использую вот такую вот нотацию. В другом наборе это будет... Сейчас скажу. Во. О, смотрите, похожа очень картинка. Я бы сказал, даже практически такая же. Ну, поля немножко другие, потому что стандарт другой. Но не важно. Нам все равно важно вот эта правая половинка, которая периодически раскрашена красным. Смотрите, какая красотень. Вот это головной сервер, один на всех. Все связанные с сеансом сервера он запускает из-под себя. Видите? Здесь действует правило наследования идентификатора пользователя. И тот, и другой процесс принадлежит root-у, то бишь суперпользователю. После того, как ваши креденшены, учетная запись, короче, ваша проверяется, вам запускается сеанс. И в этом сеансе он, процесс, делает системный вызов setuit и внезапно становится вами. После чего с вашими правами запускается shell, ну, а дальше все понятно. Вот. Вот если убрать grep, мы увидим, что из-под вот этого сеанса запускается еще, собственно, shell, который называется bash. Вот такое вот дерево. Не зря этот ключик в линуксовом варианте называется минус-минус forest. Потому что он рисует такое вот дерево. Лес такой прям. Такие вот дела. Значит, но есть очень небольшое количество программ. В прошлый раз в конце лекции я их торопливо искал и не нашел. Вот. Сейчас попробую найти. Они должны быть красненькие. Здесь ни одной. Здесь ни одной. Эти чертовы линуксоиды из сообщества alt-linux-team так сделали, что я подозреваю, что у нас уже ни одной небезопасной программы нет. Ужас. А, я ее нашел на своей машине, да? Я где-то на своей машине ее нашел. Вот он. HDD-темп. Это была единственная небезопасная программа из этого всего списка. Значит, как выглядит эта программа? Точнее, как выглядят на нее права? Вот. И почему ее, эту программу, Shell считает небезопасной и раскрашивает такими страшными цветами? У нее вместо битой x, а на самом деле вместе с битой x, стоит так называемый setuit bit. Что это значит? Это значит, что процесс, запущенный из этого бинарника, получит права пользователя не того процесса, который их запустил, а файла. То есть, какие? Это был вопрос. Какому пользователю будет принадлежать процесс, запущенный из этого бинарника? Да, так и есть. Да. Как он понимает, что его красный раскрашитель нет? Это надо прям бит вот этот да? Да, конечно. Помните историю, связанную с тем, что программы ls, обычная программа ls, если мы делаем директорию, недоступную на использование, на x, прежде чем показать список файлов, ругается и не раскрашивает их, потому что она не может долезть до их атрибутов, до инодов, и посмотреть исполняемые они, кому принадлежат, вот это все. Разумеется, там же, в том же самом месте, где написано, что файл исполняемый, лежит бит, который говорит, что файл сетуидный. Вот. Поэтому ls может вполне это увидеть и покрасить. Если нет, то у нас седуид нельзя сделать. Не понимаю вопроса. Ну, в программе седуид Смотрите, еще раз, седуид может сделать только процесс, принадлежащий руту. вот этот механизм, этот механизм позволяет операционной системе для вас сделать сетуид при запуске этого файла. То есть, когда он будет запущен, он уже будет принадлежать руту, ну или не руту. Зависит от того, какой. Вы можете, кстати, сетуид вы можете сделать, но только в себя. Вот. Мне кажется. Сейчас давайте посмотрим. У нас есть хоть один исполняемый, у нас дофига. Кстати, не факт, что вы можете сделать сетуид в себя. Кстати, обратите внимание, мне запретили писать в корень по одной простой причине. У нас корень принадлежит руту и сейчас ld, да, чтобы. Вот. Корень у нас принадлежит руту, рут может туда писать, а я не могу. Вот и все, запретили. Вот. Да, так вот, давайте попробуем user plus s a.out. Вот, смотрите, мы сделали сетуидный файл. Теперь, кто бы его не запустил, он будет запускаться с правами пользователя George. Если, допустим, я не знаю, что это за aout, если, допустим, это программа, которая удаляет файлы, то вы можете с помощью нее удалить любой мой файл, потому что она запустится с моими правами, там написано удалить файл, который вы передадите в качестве параметра командной строки, вот, и теперь она перестанет иметь возможность удалять ваши файлы, потому что эта программа будет запущена с... Ну, давайте проверим, хотите? Сейчас мы туда зайдем еще раз на сугон. по-моему, есть такой пользователь, это наш учебный ассистент, и, по-моему, у меня есть к нему да. Вот, смотрите, давайте попробуем запустить этот файл. Ох, он делает ку-ку, ну, слава богу. Вот не делайте так никогда. Значит, давайте все-таки напишем, напишем файл, который хотя бы что-то делает, например, getchar делает. Это был просто getchar. Вот, и у него в конце точка с запятой. До свидания, питон. Он будет висеть, да? Значит, вот смотрите, вот пользователь Алексей такой запустил этот самый файл. И этот файл висит, что-то делает. Давайте посмотрим, кому он принадлежит. А, нет, сейчас просто пидов. Ну, хорошо, ладно. как он там назывался? Видали? Да, потому что он светоидный. Любые другие файлы, вот, допустим, вот этот, а, ну, ну, короче, любые другие, да, разумеется, будут принадлежать пользователю Алексея, потому что он их запустил. То есть не так. Shell, запущенный с правами пользователя Алексей, запустил с помощью fork.exe, вот то, что мы делали на практику, файл, неважно чей, разрешенный ему на запуск, поэтому права доступа, поэтому идентификатор пользователя этого процесса был, естественно, Алексей. А вот тут вот он был сетуидный. Такие дела. Как ни трудно догадаться, если есть сетуид, есть еще и что? Да, совершенно справедливо. Вы точно что-то знаете. Вот, значит, если есть сетуид, то есть и сетгид, разумеется. Мы можем не подменять идентификатор пользователя при запуске процесса, но перебить ему группа ID, с которым он запущен, а в этом случае получится забавная штука. Мы как бы временно добавляем этот процесс в эту самую группу. Ну, если пользователь, который был хозяином и который запустил, не так, пользователь, который запустил этот бинарник, не принадлежал этой группе, то сетгидный процесс будет вести себя как процесс, принадлежащий этой группе и получит некоторые дополнительные права доступа. Вот именно это я хотел вам показать, потому что это как раз сложная штука, которая реализована у нас как минимум в двух дистрибутивах Linux, это все дистрибутивы сообщества Altlinux Team и все дистрибутивы, ну он там собственно один, сообщество OpenWall Linux. OpenWall Linux это такие секретчики, которые делают супер защищенный Linux дистрибутив, читают все исходные коды, пока не прочитают, не обновляют, ну вот такого сорта люди. Они частично пересекаются с нашей командой. Так вот, история связанная все с теми же паролями. Что там было с паролями? С паролями была такая история. Давайте мы туда зайдем, я сделаю то, против чего вас предостерегал так не делать. вот, а именно зайду-ка суперпользователем. Видали? Все могу, могу все удалить, но не буду. И вспомним историю с паролями. Значит, во-первых, вот файл, в котором эти пароли лежали когда-то очень давно. Я еще видел это. То есть, я уже не видел, чтобы там лежали пароли, но я уже видел, как там лежали хэши, вот вместо букв X. Вот. Чем плохи, а вот, кстати, Дмитрий Левин, это один из, это один из, так сказать, главных людей в Alt Linux Team, и он же параллельно член как раз Openwall Linux, так что здравствуй, Дима. Ну вот. Я просто вчера по его просьбе добавил его на эту машинку, чтобы он мог тестировать некоторый софт, который он разрабатывает, в том числе на MIPS архитектуры. Вот. Кстати, этот софт, мы его видели, он называется S-Trace, это трассировщик системных вызовов. Вот. Вот. Я еще могу сказать, кто нарисовал логотип для S-Trace. Логотип для S-Trace нарисовал присущися здесь, в Италии. Вот. Черт, придется показать. Сейчас покажу. Маленькая пауза, да? Да, точно. Скажем так, не злые, но острые языки утверждают, что есть некоторое портретное сходство между Димой и этим прекрасным персонажем. Вот. Хорошо. Значит, да, о чем это я? Я о том, что в какой-то момент стало понятно, что даже если у вас лежит хэш, который зашифрован очень хорошим криптоалгоритмом, и поэтому обратное преобразование невозможно, хотя, понятное дело, что закон Мура гарантирует нам, что через какое-то время обратное преобразование станет возможно. Помните, что такое закон Мура? Закон Мура это такой фальшивый антинаучный закон, трактующий о том, что быстродействие компьютеров и объем пожираемых ими ресурсов каждые два года удваивается. Вот. Примерно каждые два года возникают деятели, которые говорят, все, 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 закон Мура больше не работает, забудьте про него, это была лженаука и вообще, и это действительно лженаука, это не закон никакой. Вот. Но пока что все работает. Соответственно, если какая-то штука у вас 10 лет назад требовала два года на расшифровку, да, то через 10 лет она будет требовать сколько? Ну, короче, в тысячу раз меньше, да? Полдня. Ну, два года, нет, не 32 раза, а, да, 32 раза, 32 раза, вообще, ну, вы поняли. Вот. Два дня. Ну, в общем, такое. Значит, соответственно, ну, бог бы с ним, с законом Мура, проблема даже не в этом. Проблема в том, что пользователи очень любят тупые пароли. Самый первый в мире вирус был вообще не вирусом, а так называемым червем. Это была программа, написанная на языке программирования Shell, вот это был Shell Script, который пытался зайти на все машины, которые видел, зайти со всеми популярными именами пользователей, типа Джордж, Билл, вот это все. Рут. Вот. Да, с Джорджа начал. Значит, и подставлять туда все известные пароли, коих у него было там 100. Вот. Программа оказалась настолько эффективной, что вся сеть, внутри которой она была запущена, просто легла. Там не было защиты от повторного запуска, он заходил туда, потом обратно, потом снова туда. В общем, так называемый червь Морриса, можете посмотреть. Вот. Короче говоря, словарная атака очень эффективный способ разгадывания паролей. Если у вас есть хэш, словарный, вы берете его, уносите на суперкомпьютер, и раз, два, и все. Вот. Значит, поэтому его убрали в файл это сэшэ, да? Вот. Вот. Вот в то место, где здесь написано звездочка. Вернее так, где здесь написан х, звездочка означает, что у данного пользователя пароля вообще нет, слабо бессмысленно, и в принципе. Это так называемые системные пользователи, то есть, поскольку мы теперь понимаем, что права доступа очень важны, системный пользователь это такой пользователь, от лица которого запускаются некоторые системные службы. Для того, чтобы иметь доступ к некоторым файлам, принадлежащим этой службе, и чтобы никто другой, кроме рута, не смог туда залезть. Таких процессов мы видели несколько. Давайте их посмотрим. Вот. Вот, например, хрония, это служба запуска по расписанию. Вот, например, полкит, про который мы, возможно, сегодня успеем поговорить. Вот. Вот, например, месседж бас. Ну, в общем, вы поняли. Некоторые службы, у которых есть свои файлы, свои сокеты управляющие, и было бы хорошо, чтобы доступ к ним был ограничен вот этому пользователю, которого нет в системе. Нельзя залогиниться по имени хрония. Вот. Потому что у него ни шелла нету. Нету у него шелла, видите? У него вместо шелла дивнул. Вот. Не пароль. А сделать ситуит, естественно, можно, что, собственно, и произошло. Так. Я опять отклонился от разговора. Так вот, значит, шедоу. Как видите, в нашей операционной системе в шедоу ни одного пароля, вернее, хэша, пароль не лежит. Почему так? Я, кажется, не сказал, как раз настало время объяснить, почему, в принципе, например, шелл считает файлы ситуидные опасными. Представим себе, что вы написали программу, которая читается с экрана строку, удаляет из нее гласный, вызывает, допустим, ну, не знаю, системный вызов какое-нибудь время там показать и выводит вашу строку без гласных и время. Все. Вот такая прекрасная программа. Казалось бы, что в ней опасного? Пока она не ситуидная, конечно, нет. Теперь предположим, что мы ее сделали ситуид-рут внезапно, эту программу. Подумаешь, проблема, время посмотреть, гласные удалить из строки. Но теперь представьте себе, что вы сделали небольшую ошибку и вводите вот эту строку несекьюрным способом. Например, пользуйтесь функцией gets. Вот. Ничего не замечаете в мане по функции gets. Правильно. Значит, это очень древняя функция, которую вы передаете указатель на чар и вводите строчку туда. В чем проблема, если вы придаете указатель на чар и потом вводите туда строчку? Как вы думаете? Проблема состоит в том, что вы не знаете, какого объема память под это дело надо... молок какого размера нужно сделать для этого звездочка S. Например, сто символов, а я введу тысячу. Например, тысячу, а я введу миллион. Таким образом, вы можете, как мы уже с вами видели, расписать память программы запускаемой. И теперь, внимание, наступает хитрая хитрость. Поскольку там есть стек. В этом стеке лежат что? Помните, из прошлого семестра? Переменные туда-сюда и адрес возврата. Если очень умело расписать стек, можно подменить в стеке адрес возврата из функции. И он может вернуться не в вашу программу, а в какой-нибудь системный вызов, хрен знает куда. И его выполнить, особенно если при этом в стеке лежат заботливо подготовленные опять же вашим вводом нужные данные, например, ну не знаю, рем-рф звездочкой и системный вызов экзек. То есть это называется технологией буфер-оверран, когда вы берете несекьюрную функцию, которая заводит буфер и вываливаете ей буфер большего размера и тем самым зачищаете стек, вставляете в стек свои данные и эти данные потом как-то интерпретируются. Короче говоря, ситуидные процессы опасны. Их надо вычитывать секретчику на предмет того, нет ли в них уязвимости. Их надо анализировать специальным анализатором на предмет того, нет ли там каких-то неожиданных execution path, то есть какая-то комбинация параметров приводит к тому, что эта программа делает что-то нехорошее. Поэтому традиционно считается, что все программы, которые ситуидные, ну чем их меньше в системе, тем лучше. и вообще говоря, они должны делать как можно меньше действий с правами РУТа, вот совсем как можно меньше, и дальше как можно быстрее превращаться в кого-то. Такие дела. А запустить их может, как известно, кто угодно, и это самое неинтересное. Сумма вообще не стоит, а очень хорошо. Значит, в чем проблема, возвращаясь к shadow, в чем проблема shadow? Предположим, я нашел уязвимость в программе по СВД, которая может вам, которая позволяет вам менять пароль. Мы, кажется, ею не пользовались из соображения, что как только вы поменяете пароль, вы его забудете, мне придется его менять обратно. Не потому, что вы такие глупые, потому что это, ну, закон такой, типа закона Мура. Вот. Значит, так вот, программа по СВД позволяет пользователю поменять свой пароль. Как вы понимаете, если все пароли, все хэши пароли лежат в одном файле, то эта программа должна быть, а, ситуидная, чтобы в этот файл залезть, обращаю ваше внимание, что у этого файла атрибуты очень-очень-очень жесткие. У него даже записи нет ни для кого, никто не имеет писать в этот файл право. Ну, кроме рута, разумеется, рут имеет право на все. Вот. Значит, так вот, если вдруг мы найдем уязвимость в любой подсистеме, которая запускается с правами рута и умеет, должна иметь доступ к файлу шэду, а значит, надо запускать свою рута, значит, мы получим доступ к списку всех ключей наших пользователей, значит, мы можем взять эти ключи, отнести взломщику по словарю, ну и дальше, как говорится в анекдоте, сведем задачу к предыдущей. Поэтому хитрые ребята из сообщества OpenWool Linux придумали следующую схему, которая называется TCB, Trusted Computer Base. TCB это большое количество у Hardzink, как это по-русски, усложнений работы безопасности в системе. В частности, TCB использует один механизм, который непосредственно касается Shadow. Как видите, здесь ни одного пароля нет, а на самом деле их много. По нему есть документация, конкретно Alternative Password Shadowing Scheme. Мы храним файлы Shadow в другом месте. Сначала в каком месте мы их храним? В каталоге ITC, минус, я хотел сказать. В каталоге ITC есть подкаталог TCB с довольно занимательными правами. Обратите внимание, какие права доступа на этот каталог. Ну, что касается ROOTA, не обращайте внимания, ROOTA может иметь право на все. Никакому пользователю этот каталог не доступен ни на чтение, ни на запись, ни на что. Единственное, на что он доступен, он доступен на использование членам группы Shadow. Понятно, да? То есть, если пользователь входит в группу Shadow, он может делать что? Иметь доступ к файловому объекту, который расположен внутри этого каталога, если он знает имя этого файлового объекта. Читать он оттуда не может, а вот превратить имя, которое он знает, в Enot, он может. Давайте посмотрим, кто является членом группы Shadow. Никто. Зачем? предположение. Да. Скорее всего, у нас будут программы, которые при запуске будут получать группу Shadow и, значит, получать доступ внутрь этого каталога. И даже я знаю, как эта программа называется. Называется ПСВД. О! Обратите внимание, Шелла жонтенькая, а не красненькая. Спасибо Шеллу. И буква С, которая в дополнение к букве Х, да, SetGid, относится к второму триплету, то есть действительно этот файл получает права группы Shadow при запуске. Это значит, что он, программа эта, может залезть в этот каталог. Это значит, что если обычный пользователь запустит такую программу, процесс будет принадлежать этому пользователю, SetUID'а нету, а группу он будет брать Shadow. Значит, если, допустим, пользователь, ну не знаю, George, запустил программу по СВД, она будет принадлежать George, принадлежать группе Shadow, и, значит, из всех этих файлов-объектов George может обратиться только к чему? Только к своему собственному подкаталогу, вот сюда, потому что он прижит пользователю George, а больше никому. Видите? Буквочка S на каталог означает, что все файлы, которые будут создаваться в этом каталоге, будут принадлежать вот этой группе Out. Это нужно для того, чтобы кое-кто мог оттуда читать. Но идея стоит в следующем, что в нормальном случае я в этот каталог пролезть не могу. Давайте я покажу, где тут я. Вот он я. Почему? Потому что каталог TCB, каталог ETCTCB, он обладает такими правами, которые я не могу нарушить. Вот. Но если я запустил программу по СВД, программа по СВД получает права группы Shadow, это значит, что она может залезть, по крайней мере, залезть в каталог ETCTCB, а я могу залезть, как запустивший программу по СВД и, стало быть, передавший UserID в ETCTCB, где там, George. Вот. Все файлы там, слава богу, принадлежат пользователю George. Эти файлы никто не может открыть, кроме ROOTA или программы по СВД. Вот. И вот в Shadow действительно лежит. Показывать? Или сейчас оно в кино попадет? Люди начнут взламывать. Показывать? Вот. Вот ключик. Хороший такой ключик. Я надеюсь, что ни у кого нет столько денег, чтобы по фану его взломать. Вот. И ничего тут больше нет. В результате мы получаем довольно забавный в результате получаем довольно забавную ситуацию. Жуткий хакер взломал программу по СВД. Значит, запустил ее, получил dump файла Shadow и увидел там ключ от собственного пароля. Все. Такая вот такая вот картинка. Значит, смотрите, эта технология называется SetGid Directory Traversal. Обход, прохождение каталога с помощью SetGida. И я буду спрашивать про это на экзамене. Потому что, понятно, знание вот этого безобразия означает автоматически знание всего, что под ним лежит. Такие дела. Ага. Что нам обычно не нравится, когда мы используем обычный дискрепционный контроль-доступ? Что нам нравится? Дискрепционный контроль-доступ это 9 битов, ну, плюс еще вот эти вот все. Да, я забыл сказать, что SetGid и SetUit это, соответственно, будет 11-12 биты в атрибутах. Так что, да. Так вот, дискрепционный контроль-доступ это 9 битов. Сравнить 9 битов это одна команда ассемблера. Поэтому все это работает мгновенно и как бы не является никакой вычислительной проблемой. Недостатки. Ну, в первую очередь, недостаток такой, что у нас группа всего одна, в том смысле, что у файла группа всего одна. Да? Соответственно, мы не можем создать такой файл, в который одна группа может только писать, другая группа только читать, а все остальные, например, не писать, не читать не могут. Просто не можем, потому что у нас для групп ровно один набор перемиссий. Вот. И это не избежно, потому что атрибутов ровно 9, а не много. Про много сейчас расскажу. Второй недостаток дискрепционных правдостов заключается в следующем. Допустим, у нас есть компьютер и некто Вася Пупкин повадился там запускать, ну не знаю, ломалку паролей. Вот она есть для всех. Все могут в учебных целях эту самую ломалку паролей позапускать. Но Вася Пупкин запускает ее в количестве 64 экземпляров, значит, ломает все подряд. Ну, в общем, ведет себя нехорошо. Хорошая идея сделать так, чтобы все могли запускать программу эту. Она называется Джон Д Риппер, кстати, если кому интересно. А Вася Пупкин не мог. Как этому добиться? Ну, наверное, можно сделать так. Включить всех пользователей в одну группу и дать доступ на запись этому файлу для этой группы. А Вася Пупкина в эту группу не включать и, соответственно, не на запись, на использование. И, стало быть, он этот файл запускать не может. Таких, кстати, файлов, которые разрешены на запуск группе довольно много. Вот здесь вот. Вот, например, нет. Нет таких. Ну, короче, я собрал, что их довольно много, но они бывают. Здесь нет. И здесь нет. Ну, ладно. Обшибся. Ну, неважно. Важно то, что они бывают. То есть, идея стоит в том, чтобы члены группы могли запускать программу. Ну, нет. Ну, смотрите, сколько трудов. Да? Ради одного Васи Пупкина, хулигана, мы должны создать целую группу, включить туда всех, выключить оттуда Васю. А когда, например, на нашей машине заведется еще 50 пользователей, не забыть этих 50 пользователей и включить в эту группу тоже. Потому что они еще не проявили себя как хулиганы. Короче говоря, манипуляция групповыми идентификаторами в случае, если вы хотите какое-то единичное ограничение ввести, и это довольно сложный процесс. Вот. Вот эти два недостатка, которые мы можем себе вообразить. Есть еще третий недостаток, но он связан не с самими дискредиционными правами, а с понятием рута. Значит, я уже сказал, что в традиционном пользователе, у нас есть один суперпользователь, который имеет право плевать на все разрешения. То есть, в системе есть довольно много вещей, которые запрещены пользователю с обычными правами и разрешены руту. помимо прав доступа, например, эта работа с низкоуровневыми сетевыми сокетами всякими, например, чтобы можно было там пакеты низкоуровневые посылать. Это, ну и, короче, много таких вещей. Сейчас мы увидим, каких. Так что первое, с чем хочется побороться, это с тем, что у нас есть рут, который может все, и пользователи, которые не могут ничего. хотелось бы, да, я здесь сделал синтактическую ошибку, хотелось бы, конечно, чтобы различные аспекты, ну скажем так, системного администрирования, которые возможно пользователь захочет использовать, были распилены на кусочки и, например, там работа с сетью пользователю давалось бы отдельным правом доступа, работа с нарушением прав доступа отдельным, ну, короче, вот. Поэтому в какой-то момент в линуксе распилили одного рута на части, превратили в такие capability, это значит способности, и эти capability, как видите, тут десятка два, а то и три. они делятся на файловые, сетевые, связанные с аудитом системы, в общем, разные. Все это, все эти способности получает суперпользователь с самого начала, вот, а если мы даем эту capability только в единственном варианте, то нет, вот, видите, их тут много. Как это работает? В первую очередь, это работает так, что мы можем, например, вызвать утилиту setcap суср bin ping g А, здесь, ну да, значит, смотрите, ситуация следующая, вот у нас есть ping, он, правда, не здесь лежит, но, неважно, cp-l usr bin ping g g usr local bin Вот давайте, давайте произведем, вот, вот есть тут ping. Вот этот ping root может запустить, обычный пользователь не может. Опа! Потому что ему требуются какие-то права, связанные с работой сетью. Это не все права root. Это немножко прав. Но эти права, к сожалению, вот, неотменимы. Что делать? Дать этому файлу не situit root. Если бы я ему сделал situit root, вот давайте попробуем. у плюс s, вот этот самый usr local bin ping. usr local bin ping. О! Я так подозреваю, что после этого, конечно, он работать будет. О! Пожалуйста. Все хорошо. Но это будет слишком жирно для него. Тем более, что ping довольно большая утилита. фиг ее знает, сколько в ней дырок найдется, если она запускается с правим situit. Но мы можем сказать, что-то такое setcap raw socket или что-то такое. Давайте подглядим в шпаргалочку. Шпаргалочка, покажись. Шпаргалочки нету. Ну, ладно, давайте подглядим в другую шпаргалочку. Вот документация по этому делу. Вот она. О! А тут, кстати, пример как раз с ping. Вот. Вот так это делается. Давайте мы сделаем. А потом я расскажу. Вот. Значит, что я скажу? Что я говорю в данном случае? Я говорю, что у данного файла при запуске ему будут, помимо его прав, выданы еще capability под названием cap.net.row. То есть открывать raw socket. Тот самый, который обычному пользователю нельзя. Ключик e и p, вот это плюс ep, означает следующее, что, во-первых, e, effective, эта capability будет включена при запуске. Если ее не было включено, она будет включена. А p будет означать, будет означать, брюки превращаются, сейчас я найду, permitted. а, тут интересно, значит, отдельно мы ее включаем, отдельно мы ее разрешаем. То есть мы, во-первых, говорим, что пользователю это делать разрешено, а во-вторых, мы говорим, что это capability в принципе есть. Вот. Ой, убежала. Короче говоря, дальше у меня просто нету времени на то, чтобы про это рассказывать, но после того, как файл получает, кстати, что при этом выглядит. Ой, смотрите. Ls не смог нам показать, что у него какие-то capability стоят, потому что для этого нужно специальный ключик. Но, по крайней мере, он покрасил в правильный цвет. Давайте поищем capability. Вот не умеет он. Вот. Но цветовая дифференциация имеется. Вот. Такой вот странный цветовая раскраска, говорящая о том, что у этого файла есть какие-то capability. Давайте их прочтем. Ну, для сравнения. Ни у кого... ни у какого файла таких capability нету, а вот у пинга есть. Вот. Это означает, что при запуске этот файл, этот процесс будет получать не права root, но немножко от прав root, которые связаны с созданием rawsocket, и это будет приводить к тому, что пинг опять у нас заработает. Вот. При этом процесс запущен от лица пользователя George, вот, но получил немножко прав, связанных с capability. Полный список capability в ссылке подаем на документацию, как с этим работать тоже, вот, разумеется, под все это есть системные вызовы, но, к сожалению, время нас поджимает, у нас еще очень много в планах, а мы топчемся на правах доступа уже не первую лекцию, а вторую. Нам осталось 3 минуты до конца, нет, 13, да? Да. Ага. Вот. Значит, что еще можно придумать? Можно придумать вообще разделение тех процессов, которые запущены от лица суперпользователя и тех утилит, которыми пользуются обычные пользователи со словами «я хочу то-то и то-то». То есть, смотрите, допустим, традиционная проблема монтирования внешних устройств. Вы втыкаете устройство в систему. Вообще говоря, это не очень хорошая идея, это позволяет пользователю все это монтировать. Почему? А вдруг я туда положу ситуидный шелл? что-нибудь такое. То есть, к тому, можно ли пользователю разрешать подключать в дерево каталогов еще свое какое-то внешнее устройство с файлами или нельзя, надо относиться довольно осторожно. Надо проверять, что это за устройство, надо проверять, что это за пользователь, да, и так далее. Кроме того, традиционно, монтирование это довольно такая операция мутная, надо понять, как это устройство называется в системе, например. Помните, там аннотация совершенно странненькая, def, sd, чего-то там, например. Это в случае, если это обычная флешка, а если это необычное что-то. Вот. Короче говоря, очень хочется, чтобы происходило не так, чтобы вы флешку вставляете, а вам система говорила, я тебе тут смонтировал. Это, конечно, хорошо, но внимание, вопрос, кто будет заниматься вот всей этой логикой, и всем этим маунтом. По всей видимости, у нас есть два действующих лица. С одной стороны, софт, ну, связанный, например, с рабочим столом, который занимается монтированием, показыванием пользователю, не монтированием, а, скажем так, просмотром файлов, показыванием пользователю сообщеньки, открытием файлового менеджера, вот это все. И с другой стороны, кто-то, кто запущен с правами рута, и когда его просят смонтировать определенные устройства, он его монтирует. Чем больше логики будет у этого кого-то, тем хуже, потому что тем больше будет возможности его проэксплуатировать, да, это должна быть очень простая программа, вот, но, тем не менее, значит, без вот этого кусочка, который работает с правами рута, работать все не будет. Очевидное решение сделать некий протокол взаимодействия между процессами, которые запущены с правами пользователя и процессами, запущены с правами рута. Пускай вот этот запущенный с правами рута умеет только одно, монтировать устройство, мы ему посылаем сообщеньку, я такой-то, такой-то хочу смонтировать, процесс проверяет, имеет ли право такое-то, такое-то монтировать, или, например, имеет, но у него надо пароль спросить, он говорит, пароль скажи, ты ему говоришь пароль, он говорит, хорошо, это хороший годный пароль, ладно, я сейчас смонтирую, бери, с твоими правами, между прочим. Вот, жалко, у меня флешки нет, сейчас бы я показал, как это работает, возможно, мы к этому успеем вернуться в четвертом модуле, потому что там будет, собственно, про архитектуру операционной системы. Почему это про архитектуру операционной системы? Потому что оно требует, как вы понимаете, трех, ну, как минимум, двух дополнительных сущностей. Вот этого, вот эту службу, у которой, трех сущностей, вот эту службу, у которой вы просите, дай мне смонтировать, библиотеки, с которой собрана ваша утилита, которая умеет это просить, она же не просто лезет куда-то, она говорит, так, смонтируй меня, пожалуйста. Значит, должна быть библиотека, которая умеет просить у службы, пароль ей говорить, принимать сообщения о том, успешно или неуспешно все произошло, вот это все. И, собственно, того места, через которое эти сообщения передаются. Вот. Значит, ну, соответственно, служба, которая проверяет, называется PolicyKit, это служба проверки аутентичности этих запросов. Соответственно, с библиотечкой вот этой полкитовской нужно собирать приложеньки. вот, а место, через которое все передается, называется Devast. Это такая тоже системная прикладная служба, по которой одни приложеньки другим передают типизированные сообщения произвольной структуры. Про все это, если успеем, мы поговорим в четвертом модуле. Просто я к тому, что вот эта схема, да, с разделением на клиента и агента, она сложная. Она не укладывается просто в права доступа. Кстати сказать, для PolicyKit пишутся прям целые хитрые сценарии, значит, на каком основании кому разрешают, что делать, кому нет. Такие дела. То есть, это протокол взаимодействия между рутовыми и нерутовыми приложениями. Значит, ничего я вам не расскажу про стройки, потому что мы не успеваем про них рассказать, ну и ладно, зато будет лекция цельная. Тем не менее, чтобы я не говорил про разные способы дополнения к дискредиционным правам доступа, очень часто дискредиционных прав доступа бывает, что не хватает. Самый классический пример это всевозможная дисциплина, security policy, дисциплина безопасности, которая соответствует некоторым теоретическим построениям по части безопасности. Там модель Белла Лопадулы, вот вся вот эта вот чума, про которую я даже и вспоминать не хочу, потому что я уже говорил, что одна из часть нашего бизнеса, нашего в компании, это выпуск сертифицированных дистрибутивов, вот эта сертификация, как правило, связана с вот этими всеми ужимками и прыжками в области безопасности, это очень-очень муторное и долгое занятие и только железные люди могут этим заниматься, непробиваемые. Такие дела. Но, тем не менее, это востребовано, ну как бы военка, сверхзащищенные, сверхсекретные системы, системы сверхнадежные, в которых нужно проверять такие вещи много раз, в общем, востребованные вещи. Общее название для таких систем контроля доступа называется Mandatory Access Control, то есть определение доступа по запросу, то есть каждый раз вы посылаете запрос, хочу доступ, и согласно некоторым правилам, вообще говоря, различным правилам, неважно каким, или важно каким, но различным, у вас запрос на доступ субъекта к объекту либо удовлетворяется, либо нет. Самый простой способ это другая модель доступа, которая называется субъект-объектная, то есть если раньше у нас были только User ID и мы выясняли, имеет ли право доступ пользователь к файлу, то бишь субъект к объекту только на основании этого самого User ID, приписанного туда и сюда, то теперь у нас появляется список всех пользователей и список всех объектов. И вообще говоря, для каждого объекта вы можете указать отдельно, какой пользователь, что имеет право с ним делать. Вот это я понимаю права доступа. Вы можете вообще вручную про каждый объект написать, какие вещи кто именно с ним может делать, а может не делать. То есть прям про каждый файл написать. Вот этот файл такому-то пользователю разрешено открывать, такому-то нельзя, вот этому только запускать, этому тоже можно открывать, ну и так дальше. Про каждый каталог. Казалось бы, схема идеальная, Но у нее есть один небольшой недостаток. Количество метаданных относительно того, кто чего имеет право делать, какой пользователь что имеет право делать с каким объектом, в случае, если это просто табличка, равен произведению количества объектов системы на количество субъектов системы. Ну то есть сколько файлов, сколько их там, миллион, значит миллион. Понятное дело, что такого рода метаданных прикрепить к каждому файлу вы не можете, а заполнить тем более. И когда речь идет о табличных правах доступа, речь идет не о том, чтобы с помощью них организовать все. Ну скажем, в линуксе есть табличные права доступа, они называются, естественно, ICL. Вы можете навесить дополнительные исключения. Вот помните, я говорил, один из недостатков дискрепционных права доступа, когда мы не можем для одного пользователя что-то поправить. Вот вы можете дополнительно навесить исключения для каких-нибудь пользователей с помощью командочки setfacl и getfacl. Времени нет, я не буду приводить примеры, но если очень хотите, приведу в следующий раз. Но идея именно такая. Мы можем на каждый файл навесить табличку, в которой написать, а еще Васе Пупкину запрещено этот файл запускать, прости, Вася. Или, а еще всем членам группы такой-то разрешается в него писать. Если мы строим полную табличку, она стремится к бесконечности, это вещь невозможная. Поэтому в операционных системах, где нет дискрепционных прав доступа, а есть только табличные, мандаторы права, идут на всякие ухищрения. Ну, например, у нас есть право доступа к каталогу, и все объекты, которые находятся внутри этого каталога, наследуют табличку, которую мы навесили на каталог. Вот. Ну, например, там, из каталога можно читать, значит, из файла тоже можно читать. Как-то так. Какие-то хитрые правила наследования. В частности, в операционной системе Windows все права доступа именно такие. Они сделаны с помощью Mandatory Access Control с табличной, с помощью ICL. Вот, Access Control List это называется. Что, в общем, приводит к странным флюктуациям. Во-первых, если вы очень долго настраиваете вручную все вот эти вот таблички, в конце концов, вы запутаетесь. Вот. Я несколько раз видел ситуацию, что при подготовке к Олимпиаде какого-то файлового хранилища на Windows, некоторые каталоги внезапно стали доступны всем на запись, почему не знаю. Просто там люди накладывали какие-то маски, вот этому разрешить, этому запретить, вот этому поменять одно на другое и так дальше. Ну, и вот, да накладывались. Вот. Вот. И главный недостаток, конечно же, состоит в том, что проверка таких метаданных становится очень сложной. То есть вам нужно через все это пройти, все эти правила наследования вычислить, потом еще подумать, ну, короче, вот. Так что в обычных системах это используется как исключительные штуки для того, чтобы кому-то что-то экстренно разрешить, экстренно запретить. Например, запретить удалять файл. То есть все хорошо, все надо, только файл запретить удалять, потому что если вы удалите, там система будет плохо работать. Вот типичное поле для использования серии. Еще более хитрые вещи, которые тоже укладываются в понятие Mandator Access Control, права доступа по запросу. Это так называемые rule-based, то есть права доступа, определяемые некоторой логикой правил. Вот тут уже можно писать что угодно. То есть вы берете и говорите, у нас есть понятие категория и понятие уровень. Категория это, значит, какого вида у нас бывают пользователи, какого вида у нас бывают файлы, а уровень это уровень секретности, подчиняющийся модели лопадлы. Идея стоит в том, что более секретный уровень, данные из менее секретного уровня никогда не должны попадать на более секретный. То есть в процессе работы вашей системы уровень секретности не должен понижаться. Из более в менее не должны попадать. Уровень секретности не должен понижаться. То есть мы можем более секретному пользователю... Не так, мы можем что-то засекретить, то есть повысить уровень секретности. Мы можем какие-то данные, которые раньше были не секретные, сделать секретными, а в обратную сторону движение информации запрещено. Ну и дальше там приходят как раз военные, еще кто-то и говорит, а вот давайте нам, пожалуйста, реализуйте такую-то модель секретности, секую-то модель секретности, пишутся специальные правила, ну и так дальше, и так дальше. Вообще говоря, таких моделей очень много. Самая большая и самая распространенная это Security Enhanced Linux, так называемый SE Linux, с помощью которой такие штуки делаются в некоторых современных дистрибутивах. Вот, в Федоре, например. Но также есть еще несколько проектов, Апармара, Росбак и так дальше. В общем, я про них даже говорить ничего не буду, кроме того, что это системы, которые принимают решения о предоставлении прав доступа процессу на основании анализа каких-то идентификаторов специальных меток, так называемых, и каких-то правил. И в этих правилах может написано все, что угодно. Например, если ты запустил три процесса, у тебя одни права доступа, а если ты запускаешь четвертый, он уже пораженный в правах. Или там утром можно, вечером нельзя, да, или там, значит, ну, в общем, вот такого сорта. Вот. На чем наше время закончилось? Мы вообще не вышли сегодня на язык программирования SEI, не знаю, что делать, потому что у меня накрывается таким образом план семинара. Если мы будем разбирать на семинаре, то то, что я говорил с самого начала, оказывается неправдой. Хорошо, я подумаю еще, у меня еще есть пять минут на подумать. Если есть какие-то вопросы, задавайте прямо сейчас. Нету. Отлично. Значит, тогда мы прерываемся на семинар.